Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите ваше общественное телевидение, в эфире программа «Честь имею» и я, и ведущий Алексей Краев. Наша история российская насыщена славными событиями, как и в экономической деятельности, в культурной, так и, конечно же, в военной, вратном деле. И я в своих программах всегда стараюсь рассказывать о каких-то датах знаменитых, сражениях и так далее. Вот буквально на днях, 21 сентября, мы будем отмечать очередную годовщину, 631-ю, со дня знаменитой Куликовской битвы. Ну, наверное, каждый знает это название – Куликово поле, Куликовская битва и имя славного полководца Дмитрия Донского. Но, к сожалению, со временем немножко некоторые моменты забываются, что-то меняется, где-то находятся какие-то дополнительные сведения, документы, и нужно об этом всегда помнить. Как гласит знаменитая история, пословица «Без истории у нас нет будущего». У нас сегодня в гостях научный сотрудник Государственного Эрмитажа, военный историк Павел Суслов. Павел, приветствую тебя! День добрый! Ну, ты у нас уже был в нашей программе, и я, как и обещал в прошлый раз, приглашать тебя сюда периодически или эпизодически, в зависимости от твоей занятости, и, в общем-то, предложил тебе открыть здесь, в рамках нашей программы «Честь имею» рубрику «Уроки военной истории». Я благодарю, что ты это предложение принял, и мы будем с тобой встречаться теперь здесь часто, да, и буду тебя расспрашивать о разных военных событиях, которые происходили в истории нашего российского государства. Ну, и сегодня, как ты понял, уже вопросы будут о знаменитой Куликовской битве. Ну, произошла она, если я не ошибаюсь, в 1380 году. Да. Вот, скажи, пожалуйста, какова была предыстория этого сражения, какие события привели, стали поводом, вот ни с того, ни с сего, не могла же она произойти, вот, сошлись там два войска и давать друг друга калашматить. Из ничего нечто не происходит, это антиисторично. Что же касаемо Куликовской битвы, то здесь все достаточно хорошо известно, даже из общедоступных нашим зрителям исторических источников. Если мы не забыли таковые, то в 1240 году началось нашествие хана Батыя на Русь. Закончилось оно весьма плачевно, подчинением большей части тогдашней русской земли, известной как Русь, подчинением монгольской власти. Но, как бы, скажем, если анализировать вообще весь процесс за эти полтора столетия, прошедшие после первых, так сказать, слугов монгольских копыт по русской земле, В общем, в классическом понимании монгольская ига это несколько интереснее, если так можно выразиться, чем просто процесс подавления всего и вся на Руси, процесс простого сбирания Дани, десятины знаменитой монгольской. Это было все гораздо интереснее, драматичнее. Монголы, к этому моменту, имевшие уже определенные устоявшиеся такие вот начатки государственной власти, как они это понимали, повторяю, нельзя сравнивать, так сказать, все это с европейской традицией того же XIII века, вот несколько уже все было по-другому, но тем не менее, монголы, придя на Русь, были заинтересованы не просто захватить новые земли, им было интересно их подчинить, понимая слово «интересно» в определенном смысле, им было важно их подчинить, заставить, но, образно говоря, работать на себя. Они с этой задачей справились, используя общеизвестную феодальную раздробленность, когда каждый князь сидел на своем престоле, думал только о своем княжести. В принципе, дело-то само по себе не самое плохое, но в масштабах того, что происходило, повторяю, в XIII веке, это привело к очень печальным последствиям. Били поодиночке. Были попытки объединиться, но, к сожалению, на тот момент монгольская военная машина, военно-государственная машина, оказалась гораздо более мощной, более жизнеспособной. И, повторяю, это привело к очень печальным событиям. В течение полутора столетий монголы, скажем так, получали свою ренту, десятину свою, в прямом и переносном смысле. Русь была втянута в орбиту их деятельности, и, надо признать, весьма активно, доходила до того, что, в общем, надо признать, что русские воины в качестве наемников участвовали в различных монгольских походах. И никуда от этого не деться. И здесь ничего, как бы, скажем так, до урона российского патриотизма я не вижу, потому что Россия современная, российское наше государство, это одно. Русь XIII-XIV веков, это совершенно другое. И ментальные традиции людей того времени были иными. У них не было вот этого глобального осознания, что такое Россия, что это единая территория, что для рязанского уроженца, что для тульского или там, не знаю, Новгород-Северского, это все Россия. Каждый думал вот о своем, скажем так, уделе, о своем вот маленьком мирке. Поэтому, повторяю, все это было абсолютно нормально в те времена, и не только для России, а вообще для Европы. Становление государства в несколько более поздний период. В частности, вот Россия пришла к единому пониманию на ментальном уровне, это к концу XIX века. Ну, сами понимаете, подобное понимание было не очень выгодно. Тогда напоявилась более-менее какая-то боеспособная армия. Не только, не только. Это не только армия, это вообще, скажем, понимание обществом необходимости всего того, что связано с понятием государства. А здесь не только армия, здесь вся система включена. Вот, поэтому за полтора столетия, прошедшие с момента начала монгольского нашествия, пусть активно участвовала, но постепенно, постепенно русские князья, и очень многие из них, начинают действовать, ну, скажем так, по принципу айкидо, используют энергию нападающего себе во благо. Если можно такое сравнение привести, мы его приведем. Первым таким, скажем, примером уметь встроиться в имеющуюся систему и действовать по принципу, ну, плетью обуха не перешибешь, поэтому надо жить в той ситуации, в которой тебе предлагает твоя жизнь. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Конечно. Это был Александр Невский. Мы можем что угодно говорить, он там был, как говорится, или заблюдом монгольским, и одновременно был великим полководцем, но, как политик, он вынужден был действовать так, а не иначе. Его результаты мы все прекрасно знаем, и Шведов бил, и немцам показал Кузькину мать задолго до Никита Сергеевича. Поэтому этот пример, этот вариант взаимоотношений с Ордой, он имел место быть. Что касаемо процесса, приведшего непосредственно к баталии. Начало XIV века и, в общем, его середина, это процессы становления московского княжества. Неожиданно, во многом неожиданно. Маленькое московское княжество, на завоевание которого монголы в свое время потратили очень немного времени. Там, в общем, все было просто. Войско небольшое, князь маленький, в общем. С ним разобрались очень быстро, если так можно выразиться. К середине XVII века начинает проявлять активность. Причем активность очень грамотную. Московские князья, они действовали через, образно говоря, через монголов, получали ярлык на княжение. И в рамках этой грамоты, этого карт-бланша, если так можно выразиться, проводили не только политику, которую требовала от них Орда, но и потихонечку, что называется, себе в загашничек что-то где-то откладывали. Недаром я всегда говорю, что Москву основал кошелек Ивана Калиты. Ну, хотим мы того или нет, действительно так. Вот, кошелек был и в прямом, и в переносном смысле. И когда на престол вступил малолетний князь Дмитрий, вот, ему было, если не ошибаюсь, по-моему, то ли 10, то ли 11 лет. Очень юн был, ну, по современным меркам. Юноши в те времена значительно раньше, так сказать, взрослели, и понимание взрослой мужчины, это было, в общем, достаточно такое условное. В современном понимании это уже, так сказать, как бы глубокий старик мог бы быть. А тогда это был, в общем, такой уже созревший представитель сильной половины человечества. Вот, соответственно, его политика, уже непосредственно самого Дмитрия, была направлена также на попытку, на процесс, осуществление процесса объединения территорий вокруг непосредственно московского княжества. Так или иначе, этот процесс шел. Это были междоусобные войны, никуда тут не деться. В них принимала участие Литва, да, активно. В них принимали участие Новгород. Ну, последнее, что вот непосредственно предшествовало Куликовской битве, это, что называется, разобрались с Тверским княжеством. Очень независимые были князья. Да, они, в общем, как говорится, и до конца существования Российской империи были весьма так настроены. Ну, не то, что оппозиционно, но с пониманием собственной значимости, помимо значимости общероссийской, еще и как бы помнили о том, что они все-таки князья Тверские. Этот процесс был завершен. Князь Тверской признал себя младшим братом, такая формулировка была, младшим братом князя Московского. И когда Дмитрию понадобилось собирать войска, Тверская дружина равным образом, как и многие другие, вступили под его знамена, под его стяги. И, в общем, к 1380 году, когда войска, ведомые Дмитрием, выступили на поле брани, это была уже не та армия феодальная, которую били монголы полтораста лет назад. Вот этот процесс, как был приятен он нам, был неприятен, монгольская, и определенным образом спедалировала процесс объединения Руси. Потому что другого способа избавиться от него, как объединившись хотя бы вокруг какого-то центра, у России не было. Это, в общем, общемировая практика. Было бы счастье, да несчастье помогло бы. Абсолютно правильно. Худо без добра не бывает, добра без худо, это, в общем, общеизвестная вещь. Поэтому вот такой процесс, он имел место быть, и это был главный процесс, который предшествовал, и который потом продолжился уже после Куликовской битвы, процесс объединения русских земель. Вокруг, вот так получилось, вокруг московского княжества. Может быть, история могла бы пойти по-другому, но как бы история не терпит сослагательных наклонений. Что произошло, то произошло. Понятно. Ну, а вот сама битва, она, допустим, ни из ничего не взялась. Вот что-то было перед этим конкретно. Войну друг друга объявили, или что? Или пришли монголы с соввойском за очередным выкупом и получили. Еще такую вещь, что в самой Орде, мощнейшее государство, Золотая Орда, к этому моменту тоже были свои, как говорится, неполадки в пробиранной палатке. Там тоже начались, как сейчас принято выражаться, разборки. Кто-то считал себя равным монгольскому хану, и начинается тоже вот эта вот междоусобица борьба, в результате которой победил темник Мамай. Темник по монгольской хронологии, по монгольской иерархии, это командир Тумена, тьмы. Вот, воинского подразделения, примерно 10-12 тысяч садников. Это было еще установлено знаменитым Чингисханом. Вот это деление, десятичное деление монгольского войска. Но это деление, оно подразумевало и гражданскую, так сказать, правовую иерархию, ведомую от военной иерархии в повседневном, так сказать, монгольском быту. Так вот, темник Мамай захватил власть и, видя, что, в общем-то, Московское княжество и Московская Русь, если так уже можно говорить, проявляет весьма такую серьезную активность. Для укрепления власти, в общем-то, он должен был что-то сделать. Потому что, ну, как бы, когда про умершего государя говорят, что он был добрый, считайте, царство не удалось. Мамай, конечно, не знал, может быть, этой мудрой фразы, но прекрасно понимал, что бездействие в данной ситуации ему же во зло. Поэтому здесь столкнулись, как бы сказать, интересы внешней и внутренней политики российского, Московской Руси, и интересы политики монголов, которые хотели сохранить этот огромный улуз, русский улуз, в котором, в общем-то, они черпали большие и материальные, и людские силы, экономические возможности. То есть, в общем, они не хотели расставаться с такой колонией. А, в общем-то, колониальная система, она наиболее адекватно отражает систему взаимоотношений улузов вот этих вот с федеральным монгольским центром, если так можно выразиться. По-современному. Поэтому, так сказать, оба войска, так сказать, двинулись навстречу друг другу. Естественно, не с кондачка, не, как говорится, неизвестно с каких-то, так сказать, эмоций. Была и разведка, кстати говоря, вот именно тогда, где-то в XIII-XIV веках, XIV или XV, уже начинаются оформления, первые оформления разведпрактики в русском государстве, в русской армии. То есть, как ты говорили, посылались подсылы, использовались купцы, опрос торговых людей, которые возили караваны, что творится за пределами московского княжства, что делается в степи. Прототип ГРУ. Ну, главное, разведуправление, в общем, может гордиться такой древностью своих лет. Это, как бы, можем им, как говорится, подарок сделать такой своеобразный. Вот, соответственно, русский князь знал о том, что, в общем, готовится нашествие, готовится это мощное войско, которое имеет одну единственную цель – заставить московскую Русь по-прежнему признать вассальную зависимость от, соответственно, Монгольской Орды, от сарая, главного города Монгольской Орды, образно понимаем, что это центр. И, соответственно, продолжит ту политику, которая имела место до этого полтора столетия. Понятно. Вот значение Куликовской битвы для истории нашего российского государства, вот, на твой взгляд. И вот оно состояло, сражение, как говорится, наши победили, да? А почему все-таки после победы в этой битве иго еще существовало практически сто лет, да, если я не ошибаюсь? Вот такой вопрос. Ну, во-первых, давайте по порядку, значит, что касаемо самой битвы. Для России эта битва значима по многим параметрам. Во-первых, я уже говорил, что в первую очередь начала меняться военная организация. От феодальной системы, когда набиралось ополчение, каждый вассал имел свою маленькую дружину, это воины-профессионалы, там, от нескольких десятков до нескольких тысяч, в зависимости от территории, которой он владел. И при необходимости к этому набиралось ополчение. Пасошная рать, так называемая. С сахи определенное количество пеших воинов, вооруженных невесть как. Вот если кто-то хочет, он может прочитать знаменитый роман Яна, Батый. Вот там прекрасно показано, как вообще собиралась в 13 веке вот эта вот пасошная рать. Это, конечно, исторический роман, я как историк не могу не учитывать этого факта, но с точки зрения художественного осмысления процесса, там это показано очень практично, очень хорошо, четко ясно, что собирались крестьяне, какой-то, так сказать, допустим, из деревушки местный авторитетный мужик вел их, который действительно знал, чего он делал. Они приходили в некую территориальную точку, где собиралось там с определенной территории войско, потом шли в княжеский город, где, может быть, получали оружие, может быть, не получали, какие-то брони, какие-то доспехи, кому-то их хватало, кому-то нет. И вот такая достаточно разношесно вооруженная масса составляла основу русского войска. В 14 веке уже, следуя той же Западной Европе, к примеру, Западной Европы, а контакты с Европой у Руси были и весьма активны, и не стеснялись заимствовать. Если, извините, на поле боя учатся кровью, а такие уроки забывать только потому, что они там преподаны не нашими войсками противнику, а противникам нам, тогда понятие патриотизма было другое. Все, что во благо, должно служить благу. И если воин русский умеет владеть не только своим природным русским оружием, но и оружием неприятеля, его за это никто по шапке не стучал. Вот понятие, повторю, патриотизма было другое. Во благо своего государства ты должен уметь использовать любое оружие. Поэтому активные связи с Европой, активные связи с Востоком формируют и комплект вооружения, и защитного, и наступательного, и тактику изменяют, и структуру войска. К этому моменту, на примере Европы можно это проследить, основной тактической единицей было копье. Это всадник-профессионал, в Европе это рыцарь, и несколько его сопровождающих, до десятка человек. В Руси такие копья, несколько десятков копий, от трех до десяти-пятнадцати, составляли стяг. Это как бы выражаясь уже батальон. А вот стяги, различное их количество, формировали полки. Вот основная боевая единица на поле боя, тоже Куликовской битвы, это полки. Полк сторожевой, передовой, центральный или большой полк, правой руки, левой руки полк, засадный полк. Мы эти все вещи знаем из истории. Эти вещи, они уже были сформированы, оформлены, и в соответствии с этой системой формировалась русская рать. Что касается монголов, тут тоже нужно иметь в виду, что это была не та конница, которая пришла из степи с Батыем. К этому моменту они уже погуляли и по Европе, и добрались до Китая, и оттуда, и отсюда тоже брали все самое лучшее. Ведь не секрет, что монголы, захватывая города, да, потому что не те же китайские территории, они сохраняли жизнь китайским военным мастерам и заставляли их работать на себя. При этом не просто заставляли, как говорится, заковывая в кандалы, дубинкой и плетми выбивая знания из человека. Нет. Вербовали, будем так сказать. Да, да, они вербовали. Абсолютно нормальная практика. И то же самое на монгольском войске сказывались все эти тенденции и восточные, и западноевропейские. Поэтому если мы берем два войска, монгольское и русское, то даже облик, в общем, был сходный. Это пластинчатые кольчужные брони, это и прямое клинковое оружие, и искребленное, то есть сабли различных вариантов. Это копья, это луки, это самострелы. Это вооружение хорошее не только у всадников, но и у пехотинцев, в чем история с другой стороны была пехота. Соответственно, это уже практически, ну, во многом профессиональная армия. Это уже люди, которые изначально в княжестве предназначены воевать. У них другого урока, другой задачи в жизни нет. Вот эти люди, эти войны и приняли участие в битве. Что касается самой битвы, ну, ход ее общеизвестен. Сначала это знаменитый поединок. Ну, кто-то из историков считает, что это легенда, кто-то склонен верить этому. Но то, что такие баталии обычно начинались поединками, это традиция того времени. Поэтому спорить можно долго, но такое было. Ну, да, сейчас это уже... Сложно доказать, да и не надо даже. Пусть будет, это легенда, как говорится. Первым они атаковали, монголы атаковали сторожевой полк, он, естественно, отступил, потому что, в общем-то, превосходство монголов было понятно. Ну, вот, правый фланг русского войска, полк правой руки устоял за счет того, что территория поля боя, она очень небольшая. Там, в общем, ну, в пределах двух, трех километров по фронту поля битвы Куликовской и до четырех километров в глубину. То есть, там особо сильно не развернешься. Я считал где-то 10 квадратных километров. Да, то есть, это очень немного. И, в общем, когда говорят, допустим, даже о численности армии, то нужно признать, что примерно по 40 тысяч. Ну, монголов могло быть больше. Кроме того, не будем забывать, что... Как вот рассматривать армию? Армия это те, кто в бою только в строю стоят? Или армия это плюс обоз? Понимая слово обоз, это слуги, это, так сказать, кашевары, хлебопеки. В общем, ну, все те, кто армию сопровождают. Тыл. Тылы, тылы. Поэтому здесь, конечно, можно сказать, что каждая армия насчитывала по 100 тысяч человек. Можно сказать 200, можно сказать 400. Сказать можно все, что угодно. Реальность говорит о том, что на таком участке поля боя больше этой цифры, которую я назвал, с двух сторон, выстрелиться не могло. И вот глубина боевого порядка тоже тому доказательство. Потому что, в общем-то, стражевой, передовой, плюс линия основная, плюс еще резерв. Был маленький резерв, несколько десятков копий. Был непосредственно при князе Дмитрии, ставка которого была за центральным полком. Он находился на возвышении и мог видеть, по крайней мере, основные боевые порядки своего войска. Плюс засадный полк. То есть все это было четко скомпоновано, расставлено. У монголов то же самое. У них были передовые подразделения, легкой кавалерии. И была мощная, тяжело вооруженная конница. Это были профессиональные воины, которые воевали очень грамотно, очень, как сейчас сказали, классно. И вот эти вояки-то в основном и дрались между собой. Профессиональные воины. На правом фланге русское войско стояло, используя складки местности. Там не очень удобно было для кавалерии. И монгольская конница атака там захлебнулась. А вот левое крыло удалось продавить, проломить. И строй русский начал загибаться такой вот буквой Г в обратную сторону. И, в общем-то, монголы, часть конницы, даже какие-то всадники прорвались аж к переправам, через которые проходило войско, и которые князь приказал уничтожить, чтобы, так сказать, четко дать понять своим воинам, что обратной дороги у них нет, либо победить, либо умереть. Это такой тоже психологический момент подготовки к сражению. Они добрались до этих переправ, но поскольку переправ не было, в общем, как бы, и ушли. И вот в этот момент атака засадного полка в тыл расстроенным боем монгольским всадникам. Удар был очень мощный. А на него среагировали остатки тех частей, тех подразделений, которые монголы отдавили, опрокинули и оттеснили, так сказать, в сторону тыла русской армии. И вот этот комбинированный удар привел к появлению паники у монголы. По крайней мере, их правое крыло поддалось паническому бегству. Мамай попытался несколько раз, об этом источнике говорят, пытался несколько раз со своими наиболее, так сказать, верными частями остановить. Но когда побежал уже все войско, по принципу спасайся, кто мог. Делаться некуда. Паника. И действительно долго гнали монголов. Там порядка 60 верст, как написано в одной из летописей, что-то долго их гнали. Действительно. И в угон, как тогда говорили, очень многих побили, поколотили, покололи. В общем, вот таким вот образом основная схема боя. Надо отметить, что, ну как бы, действительно традиция этого времени, никуда от этого не деться. Это на Руси особенно князь непосредственно принял участие в бою. Да, известно, что он поменялся своими золоченными доспехами с одним из своих приближенных, но это была жестокая воинская необходимость. Князь должен был уцелеть. Конечно. Потому что есть военачальник, есть армия. Нет военачальника хоть миллион вооружений, без головы это будет просто толпа. И действительно Дмитрий активно принял участие, получил несколько ранений. И два, так сказать, русских воина, соборов и хлопищев, действительно нашли тело князя. По счастью, князь был жив. У этих воинов, ну вот действительно, как говорится, такая мелочь. Оказалось, фляжка с водой. Слава Богу, да. Полили лицо князю, задышал человек. Как говорится, уже весть о том, что князь жив, моментально ему настрой дает войску. Хотя потери были жуткие. Самые такие вот как бы обтекаемые цифры, это 10 тысяч убитых со стороны русской армии, русского войска. Это очень мощные потери. Но, не будем забывать, с кем воевали, профессионалы воевали с профессионалами. Монголы потеряли больше, потому что их еще и в угон потом, как говорится, кололи в спину, добивали. Но вот так вот мощно, серьезно, впервые Русь показала, ну, из-за того, может, зубы противнику. Что это не та Русь, которая была в 13 веке, Русь начинает меняться. То, что потом Иго было столетним, еще 100 лет, до 1380 года, до знаменитого стояния на реке Угре. Ну, что делать? История развивается так, как она развивается. Посмотрите, извините, учебник истории. Сколько было еще проблем внутренних у России, у Руси тогдашней. Все, соответственно, вот так. Понятно, Павел, спасибо, очень интересно рассказываешь, вот, настолько увлекательно слушать, но, к сожалению, время нашей программы подходит к своему завершению. Да, битва такая серьезная, что можно рассказывать много о ней, поэтому огромное спасибо, что ты сегодня нам это все рассказал, много вопросов остались еще неясными, вот, ну, что делать? Всю историю за одну передачу не рассказать, поэтому мы ждем тебя с телезрителями очередной раз, согласуем потом позже наше время. Ну, да, нужно, пожалуйста. Да, спасибо большое, уважаемые телезрители. У нас был в гостях Павел Суслов, военный историк, научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Мы с вами прощаемся, я ведущий Алексей Краев и Павел Суслов, честь имеем, всего доброго.